Здравствуйте! Мы продолжаем наши видео уроки и сегодня мы продолжаем состояние звериных состояний. То есть мы в прошлый раз рассматривали с вами боевого хомячка, а теперь мы посмотрим на состояние входа в состояние какого-то зверя, используя его образ и его повадки, но немножко в другом контексте. Мы будем смотреть на эти вещи с точки зрения перехода из одного состояния в другое. Человек, который работает с нами, он всегда сонастраивается с нашим состоянием. И когда человек напал, к примеру, в захват, то мы где-то находимся в одном в этом человеческом состоянии. Он в своих образцах, я в своих, но где-то мы на одном уровне. И вот именно состояние перехода, психологическое состояние какого-то животного мне помогает изменить наш некий паритет состояний психологических. Вот, к примеру, я буду изображать из себя некую сову, которая там вот у него является и смотрит. Это очень неожиданно получать. То есть вот есть захват родницы, есть вариант перехода. То есть вариант перехода. Я буду просто меняться. Да, можно там стоить большим зверям, большим медведям. Вот. Можно задать хитрой маленькой лесой. Но тут сам факт перехода из одного состояния. Вот здесь мы в одинаковом состоянии. И вот теперь у меня другое состояние. Видите? Вот оно, другое состояние. Ему нужно подстраиваться под это состояние. Это переход из одного состояния. Другое поддает мне форму. Я, совершая переход хода, то есть я становлюсь ведущим в нашем взаимодействии. Я становлюсь теперь управляющим этим процессом. И этим процессом я могу управлять до конца. То есть переходить дальше уже в другие состояния. Я могу вернуться из этого состояния. Вот видите? Вот наше равное состояние, где он, допустим, даже опережает меня, как инициатор самого взаимодействия. Вот переход хода. Так, а дальше я качиваюсь на состояние, возвращаюсь. Могу уже дорабатывать теперь уже с точки зрения рукопашника.